как сделать обточные петли и я покажу на образце у меня двухсторонняя стежка но в принципе это не имеет значения нам понадобится деталь полочки предположим что это у меня полочка и цель накроенный подбор пуговица и кусочек такого же материала для изготовления обтачки рамки петли на что хочу обратить внимание чтобы строчки стежки были достаточно прочные и если петля у вас попадет на шов чтобы он сразу не распустился в моем случае идет двойная от строчка стежки и шов распускается достаточно сложно убираем стежку и берем одну деталь размер для обтачки может быть произвольный и я примерно взяла 7 на 6 заготовку для обтачки нужно продублировать далее измеряем пуговицу у меня на 2 сантиметра и делаем разметку петли на 5 миллиметров больше чем пуговица и я сделала это на детали полочки ширина рамки у меня сантиметр на два с половиной я буду делать прямо на пересечении потому что у меня строчка стежки очень качественная если у вас строчки рыхлые то выбирайте места там где нет пересечения строчки стежки вот здесь у меня должна быть петля я присоединяю обтачку лицом к лицу при необходимости деталь обтачки можно приколоть но таким образом чтобы не остались следы от проколов я прокалываю прямо в линии стежки для работы с этой стежкой я использую шагающую лапку уменьшаю длину стежка до полутора миллиметров и обтачиваю по периметру рамки обтачку пристрочена с лицевой стороны с внутренней стороны у меня была разметка рамки и теперь нужно разрезать вдоль посередине рамки и сделать надсечки в уголки далее из припуска нужно высечь утеплитель и после того как высекли утеплитель выворачиваем обтачку на изнаночную сторону расправляем уголочки получаем вот такую рамку переворачиваем на изнаночную сторону отгибаем обтачку отгибаем припуск в сторону рамки и огибаем его обтачкой с одной стороны аналогично с другой стороны расправляем припуск и огибаем его второй стороной обтачки так образуются стороны петли важно чтобы они были ровненькие фиксируем булавочками и далее прокладываем строчку по периметру рамки получается вот такая аккуратная рамочка с обратной стороны обрезаем излишки оставляя по 5 миллиметров с каждой стороны далее накрываем подбор фиксируем подбор булавкой и прокладываем вторую строчку по форме рамки стараясь попасть в первую получается вот такая петля с лицевой стороны и вот так выглядит все с изнанки теперь с изнаночной стороны высекаем квадрат внутри строчки очень аккуратно чтобы не обрезать обтачку получается вот такая изнаночная сторона наша петля готова проверяем ее работу все функционирует если вам было полезно не забудьте поставить лайк до скорых встреч